Музыка У Брегеля есть рисунки, горящие Реджио и морской бой в Бесинском проливе. Очень может быть, что он изобразил эти события по собственным впечатлениям. Время пожара известно. Это июль 1552 года. Вот еще одна дата в биографии Брегеля. Она устанавливается косвенно, но позволяет твердо сказать, что он был здесь, во всяком случае, не раньше, чем произошел этот пожар. Музыка По рисунку, в бой в Месинском проливе, после возвращения Брегеля на родину, была сделана гравюра, которая стала широко известной. Небо покрыто грозными клубящимися тучами. В проливе великое множество кораблей, многопалубные многопушечные парусники, узкие, низкосидящие в воде грибные галеры. Над водой округлые облака пороховых разрывов. Над горящим Реджио дым пожаров. Поразительно изображены корабли. Их конструкции, их паруса и пушки переданы с таким знанием дела, с такой тщательностью и подробностью, что к этим изображениям долгое время обращались историки флота, которых интересовало устройство военных кораблей 16 века. Но вместе с тем суда даны в таких смелых ракурсах, с таким смелым отступлением от формально понятых правил перспективы, с таким грозным напряжением, что кажутся живыми существами, могучими и одушевленными созданиями. Чувствуется, что художник не только всматривался в корабли у себя на родине, но и любовался ими, видел в них окрыленных вестников далеких морей. Если можно так сказать, корабли на этой гравюре были для него понятнее, чем люди, столкнувшие их в бою. Зрелище морского сражения показалось ему скорее прекрасным, хотя и грозным, чем ужасным. Впоследствии, когда Брейгель вернется на родину, когда он станет старше, война и сражения еще не раз станут его темой. Но изображать он это будет совсем иначе. Морской пейзаж и рисунка, по которому сделана гравюра, был нарисован отдельно, по наброскам, с натуры. А корабли, в свою очередь, тоже отдельно, или затем соединены вместе, на одном листе. И все-таки здесь нельзя говорить о простом совмещении на одном листе пейзажа и кораблей. Зарисовки различных кораблей, которые он делал у себя на родине и в Италии, были верно спокойными учебными рисунками, сделанными, чтобы разобраться в устройстве кораблей, понять и запомнить его. Но драматическую композицию сражения они не могли быть просто перенесены. Их образы были глубоко переосмыслены в духе ее напряженного замысла. Вероятное совмещение двух перспектив пейзаж изображен в одной корабле, в другой не следствие неумелости, а сознательный прием, который часто применяли итальянцы. Субтитры создавал DimaTorzok